Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Наташа. И в этом видео мы вместе с вами сделаем вот такой вот макияж, который был в моих предыдущих видео. И вам очень он понравился. Было очень много запросов, просьб о том, чтобы повторить и сделать такой макияж. И я надеюсь, что это видео будет для вас полезным и интересным. Если то так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и приятнейшего вам просмотра! Блеска после крема удаляю вот такими вот матирующими салфетками. Использую базу под макияж, наношу ее пальчиками. Достаточно небольшого количества. Она вот такая вот гелеобразная. Распределяю ее. Особенно наношу на Т-зону. Распределяю сюда на щечки, протягиваю и на подбородок. Использую тональный крем Giordani Gold, наношу с помощью бьюти-блендера. И он очень хорошо перекрывает всякие покраснения, что-то неровный тон кожи. Деота тесто тоже очень хорошей после этого наношу рассыпчатую пудру с помощью такой вот кистей по всему лицу оформляю брови с помощью вот такого вот карандаша и еще мне понадобится щеточка для расчесывания ресниц и после я еще закреплю брови вот такой вот тушь и так скажем для бровей и 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 использую базу по тени ее нужно совсем маленько выдавливаю вот на пальчик и распределяю между пальчиками и наношу полностью вот так вот и под маленечко для макияжа глаз мне понадобятся вот такие вот оттенки теней матовые с перламутром и вот эти тоже с перламутром и несколько кисточек для нанесения теней набираю плоской кистью вот этот вот матовый оттенок и наношу его вот сюда вот под бровь и немножко высветляю даже складку высветляю этим же оттенком вот здесь вот уголок глаза так вот повторяю все то же самое со вторым глазом и хорошо растушевываю беру вот такую скошенную кисточку набираю темный оттенок вот этот вот и рисую им вот здесь внизу такую тонкую тонкую линию и и плоской кистью набираю вот этот вот цвет и начинаю класть на верхнее веко примерно от середины такими вот распределяющими движениями немножко вбиваю его до складки века и и и и и и и и также плоской кистью набираю темный оттенок но уже так скажем кончиком более острой частью и этот темный цвет кладу в в складку века, перетягиваю ее, вот этот вот темный оттенок немножечко вот так вперед сюда. Получается вот такая очерченная часть. И начинаю хорошо растушевывать вот так вот вверх немножко такими круговыми движениями, чтобы не было четкой границы. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. Прошу сейчас максимально ярко, чтобы вам было видно. Но вот эти вот тени от Mary Kay, они очень хорошо потом подстраиваются и цвет становится немножечко такой более спокойный, более приглушенный. Беру плоскую кисть и максимально начинаю набирать много перламутра, прямо так вот хорошо на кисть, чтобы было много. И укладываю в уголок, прямо вот видите как, впечатывая и перехожу уже на вот этот вот яркий цвет. Голова получается очень выразительные. Делаю все то же самое и здесь, так вот не жалея. И беру уже более тонкую вот такую вот кисточку, набираю также этот перламутр и по нижнему веку. Вот здесь вот уголок и вот сюда. Теперь мне понадобится два карандаша. Один вот такой вот синий карандаш от Faberlic, а другой бирюзовый карандаш от Mary Kay. Синим карандашом я рисую стрелку по верхнему веку, бирюзовым карандашом подвожу слизистую внизу глаза. Я рисую вот такие вот стрелки небольшие, начиная вот отсюда и небольшой уголочек. Если вам нравится, вы можете рисовать от начала, как угодно, но это больше для того, чтобы прокрасить, так скажем, рост ресничек и сделать глаза более выразительными. После этого я беру уже бирюзовый карандаш и рисую им по слизистой века. Это очень быстро изменяет вообще взгляд. Вот именно вот здесь по слизистой. Вот смотрите, какой сразу же другой эффект получается. Хотите, можно усилить, прокрасить рост ресничек. Смотрите, вот такие вот получаются выразительные глаза. На ресницы наношу вот такую вот синюю тушь. Она прям вот такая же яркая, как и упаковка. И она делает очень красивый взгляд. Вот такой оттенок туши идет всем. Это я вам могу точно сказать. Очень красиво смотрится. Так же и прокрашиваю и нижние реснички. Интенсивность вы уже смотрите, как вам нравятся, какие ресницы пушистые, более объемные. Сколько туши вы хотите, чтобы было на ресницах. Это уже по вашему. Такие вот глазки уже у нас с вами получились сегодня. Очень выразительные, яркие. Такой макияж подойдет для вечера очень идеально. Потому что будут глаза очень выразительными. Потому что для вечернего макияжа синие оттенки исчезают последними. И глаза будут смотреться яркими и выразительными. Дальше, используя технику визуального лифтинга, я буду наносить румяна. Есть несколько техник нанесения румян. Все в зависимости от того, что вы хотите. И здесь каждая техника уместна. Если вы хотите такие румяные щечки, вы берете розовый румяна и наносите на вот эту вот часть горизонтально. Так вот кистью будете наносить румяна горизонтально. Именно вот розовым оттенком. Если же вы хотите эффект лифтинга, то вы берете румяна уже более такой персиковой гаммы. Набираете на кисть и используете снизу вверх по скуле. Вот так вот. И это дает эффект лифтинга. Но мужчины очень любят эффект румяных щечек, когда румяна нанесены вот так горизонтально. Я не боюсь с этими румяными переборщить, потому что нанеся их ярко, они на лице очень хорошо подстраиваются и становятся более спокойными. Можно нанести вот так вот троечкой, немножечко еще подобрав вот эти вот скулы. Остатками того, что есть на кисти. Так, немножко свет по-разному падает и поэтому немножко по-разному смотрится. Смотрится немножко по-разному. После этого я использую хайлайтер. Можно жидкий, можно сухой. Какой угодно, какой у вас есть. Я буду использовать вот такой вот хайлайтер розовый. Также набираю кистью, более вот этой вот остренькой, так скажем, частью. Наношу вот сюда. Так, надеюсь вам видно. Да? Вот сюда. Наношу на уголки губ. Немножечко по переносице. Вот сюда, под бровь. Под бровь наношу. И, конечно же, на эту щечку. Как губы выделились. То есть, вот так. И нам осталось с вами оформить губы. Мне понадобится яркий карандаш в оттенке красном для губ. И губная помада. Вот я использую вот такой вот. Шанель. Номер 150. Ввела губы. И если вы хотите получить эффект более чувственных губ, то не делайте вот здесь вот уголки очень острыми. Когда более скруглены губы, тогда получается более нежный эффект губ, таких, которые хочется прям поцеловать. Ну и наношу губную помаду. Небольшой момент, который я хочу вам показать. Я буду использовать вот такую вот прозрачную пудру. И с помощью кисти я зафиксирую макияж. Когда я вижу, что все, у меня уже макияж завершен. Я набираю на кисть пудру. И распределяю вот сюда в уголочки под глаза эту пудру прозрачную. Вот сюда. И немножечко на лобик. Вот так вот ее еще нанесу для того, чтобы немножко сделать матовость. Можно и нанести на подбородок. Ну и конечно же, чтобы макияж был более стойким, нужно макияж зафиксировать. Я буду использовать вот такой вот фиксатор для макияжа. У меня комбинированная кожа. И техник нанесения спрефиксаторов очень много. Есть первая техника, это просто побрызгать лицо и макияж уже зафиксируется. Есть техника, которая более подходит для комбинированной и жирной кожи. Это нанесение крест-накрест. И еще потом нанесение по Т-зоне, где быстрее появляется блеск. И давайте уже нанесем 20-25 см. Я примерно держу руку и уже начинаю распределять фиксатор для макияжа. То есть закрываю глаза обязательно. И вот так вот. Так. Оп. Очень мелкодисперсный. И еще на эту зону. Она плавно стекает. И вот так. Вот. Все, вот такой вот ореол этой влаги фиксации, в котором я сейчас вот нахожусь. Немножечко такие я ощущаю влажные как бы капельки. Визуально которые не видно. Но сейчас макияж уже зафиксируется полностью. Такой вот макияж у нас с вами сегодня получился. Очень было много запросов и просьб о том, чтобы повторить его. Я надеюсь, вы удовлетворены. И если вы повторите этот макияж, обязательно мне напишите. Мне будет очень интересно. Но если совсем уж так классно у вас получится, пришлите мне в фотографии, в соцсети, в личных сообщениях. Мне тоже будет очень интересно, что же у вас получилось. Ну а сейчас я вам поближе покажу те продукты, которые использовались в этом макияже. Для того, чтобы вам было более удобно подобрать цвета и те средства, которые у вас есть. И повторить что-то такое. Продукты, которые мы использовали сегодня. Матирующие салфетки. База под макияж. Тональная основа. Была сегодня вот такая вот тушь. Были две рассыпчатые пудры. Тени для бровей. Карандаш для глаз синий, бирюзовый. База под тени. Использовались вот такие вот кисти. Щеточка для бровей, карандаш для бровей. Фиксатор для макияжа. И губная помада с карандашом. Субтитры сделал DimaTorzok